Добрый день, дорогие мастера! Мы начинаем наш прямой эфир по теме Nail Bomb. Nail Bomb – это ногтевой кондиционер, который мы будем использовать при маникюре. Его можно использовать как в лаковом маникюре, так и в геле лаковом, и даже в гелевом. Так, ну что, стартуем. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно. Я сейчас напишу тему эфира, и мы будем начинать. У нас будет мастер-класс. В мастер-классе помимо Nail Bomb я покажу также Nail Booster. Обязательно расскажу про Кира Базу, покажу новые лаки. У нас вышла коллекция нудовых оттенков. И, кстати, проплюсуйте, сколько мастеров, кто с лаками работает. Есть вообще такие у нас еще? Как по мне, лаковая категория, она все сокращается и сокращается, но, возможно, тренд на лаки вернется, кто знает. Так, с 26-го числа они будут в магазине, да, девочки помогают мне. Так, Nail Bomb, ногтевой кондиционер. Давайте я представлюсь. Кто меня знает, ставьте сердечки. Меня зовут Мирошниченко Вера. Я являюсь сооснователем компании EMI по совместительству с сестра Екатерина Мирошниченко. Мы с ней основали компанию 20 лет назад. Начинала я работать в 17 лет. Делала ногти сначала подружкам в общежитии и ходила по домам. Затем мы открыли небольшую ногтевую студию на два рабочих места. Все мастера, которых мы наняли, они уволились благополучно. И мне пришлось бросить учиться. Ну, не в прямом смысле, в переносном. Конечно же, я платила просто. Начала, была отличница, стала двоечница, которая платит за сессию. Так вот. Пришлось работать полностью самим. И Катя, она не сильно хотела ногти вообще в жизни своей пилить. Я об этом совершенно не мечтала. Она мечтала быть художником и писать картины, и делать, как это сказать, из глины. Из глины всякую посуду, может быть, какие-то предметы интерьера. Вот, она мечтала о своей творческой студии. Но, как говорится, работать было некому. Мы ее попросили, Катенька, помоги, пожалуйста. Ну, и когда она нам начала помогать, то ее, как говорится, затянуло. Затянуло, потом о ней узнала вся Россия, потом узнала вся Европа. А потом имени Екатерины начали просить открывать школы. А потом школу попросили продукт. Вот такая история у нас. Обязательно делитесь своими историями. Я преподаю уже порядка 20 лет. Начинала преподавать я с 18 лет. Тоже так получилось, потому что педагог наш уволился, и мне пришлось ее замещать. Преподаю я маникюр-педикюр в основном. Сейчас только в онлайн. И наши программы все в записи. Поэтому welcome. Помимо меня инструкторские потоки, не инструкторские, базовые потоки ведут другие педагоги, конечно же. И помимо базовых потоков мы ведем еще инструкторские курсы для тех девочек, кто хочет преподавать. Помимо работы с инструкторами, я также являюсь наставником для предпринимателей. И сопровождаю предпринимателей не только в ногтевой индустрии, либо в бьюти-индустрии, но и в целом по другим сферам. По nail bomb. Когда мы выпускаем продукты, мы всегда выпускаем их со смыслом. То есть просто так мы ничего не выпускаем. И я сейчас дам небольшую историю, почему nail bomb выпустили, почему я хотела очень сильно его выпустить. Гей-лаки существовали не всегда. Когда мы начали работать, были только гелевые системы и акриловые системы. Кстати, помашите ручкой, кто акриловые мастера, потому что изначально, например, я была акриловым мастером. Может быть, кто-то из вас тоже есть такие, кто еще с акрила начинал. Так вот, когда мы стартовали и работали, у нас не было гей-лаковых систем, у нас были только гелевые системы. И перед гей-лаками, после гелевых систем появились биогели. Может быть, кто-то застал биогели. И с биогелями, когда мы работали, там был один момент не очень хороший у биогелей. Чем биогели и вообще гель-лаковые системы отличаются от гелевых тем, что они абсорбируют очень сильно воду из ногтевой пластины и тем самым подсушивают ногти. И подсушенные ногти, возможно, вы замечали у клиентов, которые носят гель-лаки, ну, может быть, кто-то биогелями работает, мы-то с биогелем начинали. Так вот, ногти, они начинают излишне сильно скручиваться. Если слишком сухие ногти, они начинают отслаиваться со стороны свободного края по уголкам. Если они при этом ломкие, они начинали трескаться, ломаться, и клиенты могли их с внутренней стороны вот так вот ломать и обдирать. И, получается, приходит клиент, а у него с внутренней стороны там что-то ободранное, что-то перекрученное, скрученное. То есть на пересушенных ногтях из-за гель-лаковых систем, из-за биогелевых систем у нас ногти пересушивались. Пересушивались. Под гелевыми ногтями такого не происходило, под гелевым материалом, потому что гели, они, наоборот, не абсорбируют воду, потому что это не пористые материалы, а не гидрофобные системы. И тем самым гель-лаки круто подходили для влажных ногтей, но не очень хорошо вели себя на сухих ногтях, еще и при этом пересушивали их. И мы в биогелевых системах всегда, всегда использовали ногтевые кондиционеры. И благодаря ногтевым кондиционерам, что такое ногтевые кондиционеры? Это кондиционеры для волос. Вот кто из вас пользуется кондиционерами для волос? Вот меня, допустим, мои парикмахеры очень долго не могли приучить использовать кондиционеры. Ну, когда я еще голову сама мыла дома, сейчас я ее практически не мою, но когда я мыла ее дома, они не могли меня приучить использовать кондиционеры. Я не понимала, говорю, зачем мне это надо, я забываю. стоит этот бутылёк, а я никак его не возьму. И парикмахера один нашёлся, который всё-таки донёс. Он говорит, пойми, если ты не будешь пользоваться такими увлажняющими препаратами, то у тебя кончики будут очень сухие, они будут ломкие. Они ломаются, из-за этого ты не можешь отрастить длину. То есть у тебя ломается, 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 и вроде как ты отращиваешь, но оно не отращивается. С ногтями то же самое. То есть если мы ногти не увлажняем, не питаем, и при этом работаем, например, в съёмном формате с лаками, с гей-лаками, ну или по какой-то причине у вас происходит полное снятие перед новым покрытием, то очень хорошо ногти напитать. Ногти напитать и восстановить. Это как нанести кондиционер на волосы. Только это кондиционер для ногтей. Здесь состав глицерин, витамин Е, протеин, и алоэ, алоэ вера. Очень хороший состав, много ещё дополнительных экстрактов. И его задача восстановить водно-жировой баланс в ногте. И ногти, они были сухие, пересушенные, ломкие, хрупкие. Они напитываются, становятся более живыми. За счёт напитывания и увлажнения они становятся более гибкими, более эластичными. И когда мы ставим гель-лаковые, биогелевые системы на такие ногти, более увлажнённые, то у нас материал стоит лучше. Он, получается, абсорбирует воду, но всё равно ногти чуть-чуть более, как бы, как сказать, живые. Ну вот так и про волосы говорят, да? Более гибкие, более эластичные, более живые. Они не так сильно скручиваются под материалом, не так сильно ломаются под материалом, не так сильно, как бы, не ведут себя как обезвоженные. Вот. Поставьте плюсы, если примерно понятно. Мы сравнивали, как вообще выглядят ногти, как они носятся, если не использовать ногтевые кондиционеры и если использовать. Потому что, ну, мастера, помашите их, кто такой же. То есть, когда мы берём технологию, ну, какую-то вот мы технологию брали там, обучались чему-то, мы всегда садились и думали, что бы с технологией выкинуть? Почему так мастера себя ведут? Ну, потому что, ну, как бы, не кайф лишние препараты покупать, согласно с этим. Ну, как бы, и мы такие, что, кондиционер нахер не нужен? Там, что там ещё там, что-то какие-то там, помню, витаминная доза там ещё была. Вот кто на биоскалтчерке учился, помашите тоже ручкой, вот, там, витаминная доза. Мы такие, что нахер? Ну, то есть, и мы за аптеки взяли только биогель, база там, топ и цвет. И тот цвет свой фигачили. И у нас не работало. Я думаю, блин, почему не работает? Почему не работает? Там вот, блин, такие отзывы, там всё так круто, такие ногти, типа, кайфовые, если длительно носить. А тут, ну, как бы, хрупкие, ломкие, какие-то слойки со стороны свободного края. Ну, конечно, не работало. Вот фишка оказалась вот в этих препаратах, ухаживающих. Я их называю увлажняющие терапевтические препараты. Насколько, вот, вроде как мелочь, как оно может такое влияние иметь, но оно имеет очень сильное влияние. И ногтевые кондиционеры там, в той системе, они были более кремовые такие, плюс к ним шла витаминная доза. Мы решили, опять же, соединить. Вот мы, когда бустер выпускали, мы соединили, да, масло с полимером. И здесь то же самое. Мы сделали на гелевой основе, чтобы, как бы, отдельно вот эти водные растворы, увлажняющие, не использовать. То есть, если я наношу этот гель уже с увлажняющими компонентами, то он у меня работает и как вода, и как увлажнитель. Это понятно? Вот, поэтому у него гелевая основа, как гелевый крем на лицо. Как гелевый крем на лицо. Ну, я думаю, что вы и про лицо-то знаете, что тоже мы не выходим на улицу без нанесенного крема. Почему? Потому что кожа обезвоживается. То есть, она неустойчивая, как сказать, у него нет защиты от внешних факторов вредных воздействия. Ветер, солнце, перепад температур и так далее. Вот. Как и за кожей важно ухаживать, так и за волосами важно ухаживать, так и за ногтями. На ухоженных, увлажненных, гибких, эластичных, более живых ногтях лучше держится материал. Кто это из вас заметил? Вот скажите, если ногти свои огонь, огненный огонь, ну, блин, что угодно поставить на такие ногти, все стоит бронебойно. Если ногти не очень хорошие, все очень плохо стоит. Ну, или нужно там просто реально на голове ходить, чтобы держалось максимально хорошо на плохих ногтях. То есть, поэтому помечаем сухие ногти, пересушенные ногти, обезвоженные ногти, ногти, которые необходимо постоянно увлажнять. Особенно рекомендуется перед гель-лаковыми системами, перед биогелевыми системами, если вы биогелевыми работаете. Это заменяет ванночку. То есть, когда мы работали с классическим маникюром, там аппаратов еще не было, да, вспоминайте, у нас был там европейский маникюр и классический маникюр. И мы делали это с мацерацией. То есть, мы замачивали руки в ванночку. Вода, вода, она тоже очень хорошо перед гель-лаковыми системами. Кто-то скажет, как, в смысле, мочить, мочить же нельзя. В гелевых системах и в акриловых не рекомендуется мочить, потому что это гидрофопная система. А для пористых систем биогелевых, гель-лаковых, наоборот, рекомендуется помыть руки хотя бы минимум, минимум помыть руки перед нанесением. Например, вы сняли старое покрытие, помойте, пожалуйста, руки. Не обязательно клиента гнать в туалет, в салонах бизнес-сегмента, чуть выше сегмента. Вы можете ванночки приносить, и в ванночках руки клиенту мыть. Это и освежает, это и расслабляет. И ногти, ногти, они как бы вот после ацетон-содержащей жидкости, после растворителя, и после того, как гель или гель-лак, или лак, ну как бы подсушивают же ногти, восполняется водный баланс. Тут как бы ногти впитывают воду очень хорошо, абсорбируют воду до 25% от собственного веса. Они за счет этого как бы увеличиваются в объеме, увеличиваются в весе, они раскручиваются, распрямляются, становятся более ровненькими. Понятное дело, что они потом и высыхают, но если мы сверху ставим материал на более увлажненные ногти, то стоит лучше, чем на, допустим, вот вы там ногти пересушенные после снятия, вы сделали маникюр, и на эти пересушенные ногти сверху поставили материал. Вот если поставить на более увлажненные ногти и на пересушенные, и сравнить, то лучше будет наноситься материал на более увлажненных, ухоженных ногтях. Вот. Это только опытным путем вы можете проверить, вы не можете это, как сказать, пока не проверите. Я вот вначале в это не поверила. Я сказала, да, ну не, херня. Вот. А потом, когда сравнила сама в своей работе, потом мы работали только с увлажняющими препаратами. Так, поставьте плюсики, если понятно. Так, что еще я хотела сказать? Ванночку заменять. Мы рекомендовали всегда либо помыть руки в воде, либо сделать маникюр с мацерацией 2-3 минуты. То есть сейчас в этом нет необходимости, потому что Нейлбом заменяет вот эту ванночку для замачивания. Потому что он на основе воды, и мы наносим этот препарат не только на кожу вокруг ногтей, но и на ноготь. То есть в первую очередь это для ногтей. Если наносить на кожу вокруг ногтя, то он может выполнять функцию кутикл-ремовера. Вот есть кутикл-ремоверы щелочные, есть кутикл-ремоверы кремообразные на основе альфа-кислот фруктовых. А можно использовать такой ногтевой кондиционер, потому что, конечно же, он будет размягчать кутикулу. Конечно же, он будет размягчать триги под кутикулой. Вот почему бы не пользоваться. И не нужно наносить тогда два препарата. Вы берете его, он же у вас увлажняет, он же у вас напитывает и кожу, и ногти, и он же размягчает и подготавливает ногти, если вам необходимо сделать обрезной маникюр. Так, раньше наилбок у нас был в флаконе с пипецкой. Сейчас мы перевыпускаем его в нашем стандартном флаконе, бронированном, с выпуклым лого, с кисточкой. Вы спросите, почему? Потому что нет возможности больше такой флакон выпускать. Вот просто вот ответ, просто нет возможности. То есть нет никаких скрытых смыслов. То есть у нас сейчас очень много меняется поставщиков в связи с ситуацией. И в таком флаконе у нас нет возможности больше выпускать. Они будут у нас в стандартных флаконах. Благодарю за понимание. Так, начинаем работать. Начинаем работать. Вы, если что, вопросы пишите. Я буду постараться, буду стараться их читать. И в конце обязательно отвечу вообще, в принципе, на другие вопросы, если будут какие-то не по маникюру. Так, ну что? У нас здесь два пальчика сделаны. Я такая, думаю, их или не их. Но думаю, нет, возьму тогда вот эти два пальчика, не сделанные. Так. Работать мы будем обязательно бустером. Это тоже препарат, который не имеет аналогов на рынке. Мы его сами разрабатывали и сами выпускали. И это препарат два в одном. Это и полимер, и масло в одном флаконе. Материал для... Сейчас скажу для чего. Бетонирование ногтевой пластины. Он проникает внутрь ногтевой пластины и сшивает в кристаллическую... Кристаллической решеткой сшивает полностью клеточки между собой. Заполняет все микропустоты. И, можно сказать, цементирует. Как, знаете, как вот бетоном заливают вот эти скважины, не скважины. Вот когда бурят, а потом заливают. Вот точно так же действует нейл-полимер-бустер. Мы поработаем нейл-бомб, мы поработаем лечебными препаратами. Потому что на один ноготочек мы сделаем лаковое покрытие, чтобы вы понимали, как с лаком работать этими всеми системами. И мы можем нанести на второй ноготь нашу классическую базу. Сразу скажу по керобазе. Под керобазу нейл-бомб нельзя. Смотрите, нельзя. Кто знает, почему под керобазу нельзя? Ну и что такое керобаза? Керобаза – это хемофри состав. Хемофри состав, то есть это более деликатный состав для клиентов с повышенной чувствительностью, с повышенной склонностью к аллергическим реакциям. То есть аллергики, у кого нет возможности вообще в принципе никакой материал ставить, кроме лаков обычных, мы рекомендуем пробовать керобазу. Понятное дело, через аллергопробы на мизинцах. На мизинцы поставили, посмотрели, если все хорошо, можно ставить на другие пальчики. Но так как это более деликатный состав, хемофри, у него адгезия не такая высокая, как, например, у обычной базы. Не такая высокая адгезия. И мы не используем никакие увлажняющие препараты под керобазу. Потому что вот по своим свойствам, грубо говоря, она ближе к классике. И, ну, можно сказать, что она также боится воды, как и классика. Также боится воды, как и классика. Поэтому для того, чтобы ни в коем случае не трогать вот эту вот, не влиять никаким образом в худшую сторону на адгезию, она и так здесь пограничная. То есть никакие препараты увлажняющие не используем под керобазу. Поэтому керобаза здесь под восклицательным знаком. Керобаза, она идет для особых клиентов, для особых клиентов, у которых нет возможности ничем другим пользоваться, и они страдают от этого. С нейлбом мы используем обычную нашу базу. И вот обычную базу я вам покажу. Я обычную базу люблю делать с лаковым квадратом. Кто работает тоже с лаковым квадратом, машите ручкой. И лаковый квадрат, давайте я вам покажу тоже, как его делать, например, тем же кератином. Лаковый квадрат мы обычно делаем Natural Force, это прозрачный лечебный лак, а здесь можно будет и кератином сделать. Вообще лаковый квадрат из любого лечебного лака можно выполнять. И это облегчает очень хорошо снятие. Так. Дезинфицируем руки. Они работают, да? Не надо нажать. А напиши девочкам, что вы подошли. Угу. Отодвигаем кутикулу. Если у нас здесь есть старое покрытие лак или гель-лак, удаляем при помощи жидкости. Если мы гель-лаковое покрытие убираем при помощи жидкости, конечно же, рекомендуется блеск и толщину убрать фрезой. Здесь у нас ногти чистые. Мы не используем здесь сейчас никакие растворители для снятия. Подпиливаем свободный край. Какого качества натуральные ногти, если постоянно использовать лечебные терапевтические препараты, увлажняющие препараты на ногти именно при лаковых, гель-лаковых системах? Они более плотные, более длинные. То есть лент может позволить себе более длинную длину выращивать. Галя, и сразу лампочку скрутишь для бустера. Кстати, сразу покажу лампочку для бустера, которой мы с вами будем работать. Бустер можно использовать каждый раз при процедуре. Вот мы здесь спрашиваем, как часто? Как часто бустер можно использовать? Каждый раз при смене покрытия можно использовать бустер. И бустер, он работает накопительно. Мы сейчас сразу лампочку вкрутим в лампу икея осветительную. Вы убираете лампу белого света и вкручиваете лампу накаливания. Лампа накаливания, она будет нам давать прогревающий эффект. И при прогревании полимер становится еще более жидким и проникает более глубоко в ногтевую пластину. Вот смотрите, мы подпилили, кутикулу отодвинули и представим, что вот здесь, допустим, было лаковое снятие, а здесь, допустим, было гелилаковое снятие. И вы чувствуете, что вот на косочке пересушены. Вы берете нейлбомб. И прямо как масочку наносите на ногтевую пластину. Касаемся мы при этом кутикулу? Да, касаемся. Если вы делаете комбинированный маникюр, то перед нанесением нейлбомб вы можете кутикулу фрезой отодвинуть и зачистить. Я сейчас не буду аппаратом пользоваться, сделаем просто классический маникюр. Он у нас сейчас работает и с ногтевой пластиной, и с кожей вокруг ногтей. Увлажняет, питает и ногтевую пластину, и кожу вокруг ногтей. И размягчает ороговейшие участки, триги. То есть и по нейлбомбу мы можем спокойно выполнить маникюр уже при помощи щипцов, ножниц. Можно ли использовать его дома? Конечно, можно. Мы клиентам домой часто продаем наборчики для домашнего маникюра. Как пользоваться? Либо кутикул ремовер, либо нейлбомб. Нанесли на кожу вокруг ногтей. Палочкой апельсиновой почистили. Мы клиентам не продаем никогда ни щипцы, ни ножницы, ни в коем случае не аппараты. Потому что они и такие маникюры себе делают, что кутикулы опухшие, ногтевые валики опухшие, покрасневшие. Ногти волнами начинают идти, поперечные борозды появляются от не очень корректного домашнего маникюра. Поэтому клиентам можно продавать палочки, щеточки. Что мы делаем с щеточкой? Дома. Дома клиент щипцами не пользуется, ножницами не пользуется. Поэтому вы ему говорите, после того, как ты палочкой почистила триги, клиент может взять щеточку. Сейчас девочке ее принесут. И щеточкой под проточной водой все это смывает. И для клиента это идеальный домашний маникюр. И вот на салоне маникюр, мы сейчас будем тестировать такие подарочные комплекты. Мы будем брать ремовер маленький 6 мл. Мы будем брать маслица маленькая 6 мл. Мы будем брать апельсиновую палочку, пилочку. И щеточку. И дарить клиентам домой такой наборчик. Просто от чистого сердца будем дарить. Кто из вас, поставьте плюсы, учит клиентов продлевать эффект с маникюра дома в течение, например, более длительного времени? Кто-то из вас спросит, а зачем клиентов учить продлевать эффект с маникюра? Ну или делать домашний маникюр? Я сейчас вам расскажу историю, пока девочки щеточку ищут. Как-то клиент у меня был на лаковом покрытии. Она приходила ко мне делать маникюр, и мы просто покрывали с ней обычным лаком. Обычным лаком. Она ходила у меня на маникюр раз в 3-4 недели. Ну представьте, раз в месяц на обычный лаковый маникюр. На обычный лаковый маникюр. Потом я уже практически не обслуживала лаковых клиентов. Я в основном работала уже с гелевыми клиентами, с акриловыми клиентами. Ну то есть делала наращивание и коррекцию. И такая подумала, зачем мне делать вот эти дешевые процедуры? Ну и многие мастера, когда уходят в узкую специализацию, они отказываются от дешевых процедур и говорят клиентам, ну я лак больше не делаю. И вы не представляете, что было с этой клиенткой. Она говорит, боже, Вера, да на кого же ты меня бросаешь? Да как же я буду без тебя жить? Мне же больше никто не сделает маникюр так, как ты. Я говорю, слушай, ну в смысле? Никто тебе не сделает маникюр так, как я. У тебя самый обычный маникюр, причем мы начинали с ней там с классического, а потом перешли на европейский. Я говорю, у тебя там даже резать нечего. У тебя любой мастер, даже в нашем салоне, сделает спокойно маникюр. Она говорит, нет, ты не понимаешь. Я раньше делала маникюр раз в 10 дней, раз в 14 дней максимум. С тобой я могу делать маникюр раз в месяц. И для меня это очень ценно. Я никому от тебя уходить не буду. Ну вот смотрите, я сейчас ничего не делала. А клиент, он дома, ну так, с щеточкой тоже помыл под подсточной водой и вытер полотенцем. И вот смотрите, ну и что здесь делать? И вот клиент, он может точно такой же красивый результат видеть у себя. Если он делает домашний маникюр, например, каждую неделю после вас. И это не для того, чтобы она потом перестала к вам ходить. Наоборот, это для того, чтобы она потом вообще не смогла ни на кого вас променять. Вы там начнете намекать, так все, я тебя больше обслуживать не буду. Вы ее не выгоднете потом, никаким образом. Клиенты ходят намного дольше. Ногтевая пластина у них в любом случае вырастает более здоровая, более полноценная, более напитанная такая. Потому что когда они делают домашний маникюр себе дома и питают матрикс, корень ногтя, маслами, препаратами увлажняющими, например, они будут пользоваться не просто кутиклоремовером на основе щелочи, а вот нейлбомб вместо кутиклоремовера. Понимаете, в любом случае ногтевая пластина, она будет вырастать более полноценная. То есть это другого качества ногти. А когда у нас совершенно другого качества ногти, у нас и материал состоит совершенно по-другому. Вот мы сделали маникюр. И вы тут же клиенту все это рассказали, показали, в наборчик сложили, продали. Ну, может быть, вы не будете дарить так, как мы. Мы просто сейчас будем использовать это как рекламные инструменты по привлечению. Поэтому будем дарить. А вы, например, будете продавать. И клиент вам не только благодарен будет за то, что вы его научили поддерживать эффект от маникюра на более длительный период. И ногти при этом у нас ухоженные, кожа вокруг ногтя ухоженная. Ногти при этом лучшего качества. И материал на ногтях более лучшего качества дольше стоит без проблем. Дольше стоит без проблем. У нас нет скручивания, перекручивания от слоек со стороны свободного края. Нет проблем. У клиента меньше проблем с ногтями. Поэтому обязательно введите эту консультационную работу и продажи. Консультационная работа и продажи – это не для того, чтобы побольше денег с клиента заработать. Нет, это не для этого. Для того, чтобы простроить отношения. Для того, чтобы прививать клиенту культуру ухода за собой. Вот эта вот любовь к себе. Она же начинается с вот этих каких-то уходовых, ну минимальных ритуалов дома. Накоточки помазала, массажик сделала, ручки кремик нанесла. На лицо, на тело. Приучать к этому нужно клиентов. И когда вы рассказываете это со смыслами, то это и отношения другие. И лояльность намного выше. И потом, пока на метро не выгоните. То есть, вообще невозможно выгнать клиента потом с обслуживания. Она говорит, в смысле ты мне не будешь делать? А я без тебя не проживу. Так, снимаем аккуратно блеск. И будем наносить полимер-бустер. И он наносится только на подготовленную ногтевую пластину, так же как к гелю мы готовим, либо к гель-лаку. То есть, много делаем пористый. Снимаем жирную пленку с поверхности. И обезжириваем. Для обезжиривания используем евроклингер. Если у клиента, не знаю, вы переживаете, что там может быть что-то под кутикулой где-то, косметические препараты остались, там тот же нейл-бомб, вы можете взять нейл-преп и подсушить именно зону кутикулы. Подсушить именно зону кутикулы перед нанесением. Берем полимер-бустер, отжимаем кисточку. Нейл-полимер-бустер нужен для предупреждения расслаивания. Для предупреждения расслаивания. Чтобы ногти не слоились. Так, пока не вижу вопросов. Вроде все отмотала. Можно ли его использовать под классический гель? Можно. Можно использовать, но под классический гель мы его используем разово. Открываем, отжимаем. Небольшое количество наносим. Слишком большое количество может затечь под кутикулу, и под кутикулой исполимеризуется препарат. Так, сейчас перчатки поменяю. Галя, принеси М-ку, пожалуйста, а то перчатки маленькие, у меня ногти рвут. Наносим тонким слоем. Старайтесь делать отступ. И чтобы не заливалось ничего под кутикулой. И мы ногти при помощи нашей лампы накаливания, видите, желтый свет, желтый свет, мы прогреваем. Прогреваем под лампой. Вот таким вот образом. Видите? Клиент прогревает сразу пять пальчиков. Он вот так вот складывает, и сразу пять пальчиков прогревает. Сравнивают всегда эффект с микроволновой печью. Вот представьте, вы взяли бутерброд, масло нанесли на хлеб, и поместили в микроволновую печь. Что происходит с маслом сливочным в микроволновой печи? Оно разогревается, становится более низковязким. И наш наилполимер то же самое. Он становится у нас низковязким. То есть он мало того, что жидкий, а так становится еще более жидким. И он пропитывает ногтевую пластину. Наша задача его сполимеризовать не на поверхности. Наша задача его сформировать внутри ногтя. Внутри ногтя. Вот если бы мы масло сливочное полимеризовали, чтобы масло сливочное у нас сполимеризовалось внутри хлеба. На поверхности, если сполимеризовать такой полимер, он может вплоть до сетки дать. Он не нужен на поверхности. Он нужен для того, чтобы внутри сшивать ногтевые структуры, ногтевые клетки. Он заполняет микропустоты, микротрещинки и при полимеризации соединяет. При полимеризации соединяет. Вот мы прогрели. Теперь мы будем полимеризовать в ультрафиолетовой лампе. Сейчас я поменяю перчаточки. Но в ультрафиолетовую лампу нельзя ни в коем случае, если у нас на поверхности излишки. Вот эти излишки с поверхности нам нужно пропитать. Смотрите, вот таким вот образом мы делаем. Пропитали. Пропитали. И только после этого мы полимеризуем в ультрафиолетовой лампе. Все, взяли ультрафиолетовую лампу и поместили. Сушим две минутки. Сейчас я пока с вами поговорю. И пока один новый перчаточки. Так, ну что, есть ли вопросы у нас по ногтевому кондиционеру? Пользуетесь ли вы терапевтическими, ухаживающими, увлажняющими препаратами? Какое у вас мнение, стоит ли этим пользоваться при процедурах? Теперь с точки зрения маркетинга. Давайте маркетинга и вот опять же той же лояльности. Клиенты с большей ценностью относятся к процедурам, которые вы выполняете. Чем больше там препаратов вы используете. Потому что когда там, знаете, один флакончик, как вот я раньше. Так, будем экономить, куплю там одну базу, один топ и больше ничего не надо. То есть это одно восприятие услуги и ее ценности. А когда, простите, клиент видит такую, знаете, батарею препаратов. И вы такие, одним препаратом, вторым препаратом, третьим препаратом. И она, знаете, у нее такой уже калейдоскоп в глазах. Она уже не понимает, что, зачем вы наносите. Она, ой, и это нанесла, и это нанесла. И вот этим помазала, и вот этим побрызгала. И вот это вот там втерла. И она, вот это процедура. У кого-то было, то есть у кого клиенты, ну, реально охреневали от сложности технологической выполнения процедуры. И вы не просто молча, там, знаете, препарат за препаратом наносите. Вы используете это как тема для разговора. Это нейл преп, он для того-то. Это нейл бомб. Мы там ноготочки попитали. А вот здесь понюхайте, а вот здесь потрогайте. Посмотрите, какой эффект. Так и парикмахра, кстати, работают. Это вот такие заботливые продажи. Галь, можешь идти, если что мы напишем. Девчонки уже это, да, замучились бегать. Ногти становятся супер. Абсолютно верно. Вот смотрите, теперь вот с точки зрения маркетинга и удержания поговорю. Такие процедуры больше ценятся. Такие процедуры больше удерживают клиентуру и увеличивают вероятность в пасторный визит. Ну, или как бы в постоянного клиента. Клиенты от таких мастеров и от таких услуг реже уходят. И вот постарайтесь еще с этой точки зрения посмотреть мастера, которые рассказывают о препаратах, рассказывают для чего они их наносят, почему вот в такой последовательности. И что это все для того, чтобы у клиентов были более здоровые, более классные ногти по качеству. И благодаря этому лучше будет стоять любой материал, нанесенный и лак, и гель, лак, и гель классический. То клиент понимает, что вот это все, все только для того, чтобы у меня там ногти лучше держались. Это все только для того, чтобы у меня там они были более красивые и здоровые. Вот они реально охреневают. Вот, молодцы. Особенно индивидуально базы подбираете. Абсолютно верно. Так, сполимеризовали мы Нейл Бустер. Так, сполимеризовали. Я вот вообще рекомендую мастерам использовать всем Нейл Бустер всегда при процедуре. Вот прям, нравится, не нравится, спим моя красавица. Входит в стоимость, входит в стоимость, наносим. Если услуги в вашем салоне дешевые, ну, например, там, я не знаю, тысяча рублей гель-лак. Ну, понятное дело, лучше тогда за дополнительную стоимость. Да, если дешевые услуги, то за дополнительную стоимость вы наносите, там, какие-то препараты дополнительные. Ну, а если у вас средняя рыночная цена, выше рыночная цена, то, конечно же, чем больше вы будете препаратов использовать, тем с большей ценностью будет восприниматься эта услуга. И больше постоянных клиентов будет для вас генерить. Сполимеризовался препарат внутри ногтевой пластины. Берем обезжириватель. Обезжириваем. У бустера большой срок годности. Три года заявляется. Но там, как правило, всегда до пяти лет. У таких препаратов. У гель-лаков, у полимеров, у гелей. У меня были гели, я помню, ну, я-то вообще давно работаю. Господи, думаю, десять лет прошло, они все стоят и стоят. Ну, какие-то там пробники, не пробники. Открываем, нормально, работает. Обезжириваем. И давайте я вам покажу лаковый квадрат. Лаковый квадрат. Лаковый квадрат под гель-лаковое покрытие мы наносим в центр ногтя. Вот таким вот образом. Для чего лаковый квадрат нужен, сейчас расскажу. Видите, по периметру у нас ноготь пустой, чистый. Чистенький вокруг ноготок. Сюда на мизинчик мы нанесем лаковое покрытие, как если бы мы просто выполняли его. Сейчас покажу оттенок вам. Кератинового лечебного покрытия. Кератин серум сейчас, я так думаю, или скоро, можно, кстати, вот сейчас спросить у Кати, обгоняет кератин серум Natural Force или нет? Ну, ты, наверное, не знаешь. Пока нет, да? Ну, да, Natural Force все равно бьет рекорды у нас. Это самое продаваемое лечебное покрытие, прозрачное. Но вот я, например, полностью переслала на кератин серум. Я его очень люблю. Оно по составу такое же сильное, как Natural Force. но при этом имеет телесный оттенок. И этот телесный оттенок, ну, во-первых, это очень красиво. Просто-таки, знаете, ногти нудовые, благородного такого цвета, красивого. Эстетика, знаете, чистая классическая эстетика. Вот очень красиво выглядит. Я на него полностью перешла. Но я так думаю, что он меньше продается просто потому, что еще не все знают о том, что вышел такой нудовый укрепитель. Серум точно так же легко сушится и быстро, как Natural Force. Вот Natural Force классно быстро высыхает. И кератин с серумом точно так же. Вот. Как мы проверяем перед нанесением? Берете там кисточку, либо палочку, обратной стороной вот так вот дотрагиваете. Если смотрите, прилипает, не прилипает. Вот видите, то есть, ну, вообще, как бы, покрытие уже высохло. И если покрытие высохло, мы можем наносить уже сверху гель-лак. Напоминаю, напоминаю, с лаковым квадратом и с Nail Bomb мы не работаем керабазой. Не работаем. Керабаза для аллергиков здесь не надо ничего, вот чтобы адгезия была максимальной. Поэтому обычные базы, жидкая, средняя, медиум, макси, это все подходит. Файбербаза, цветные базы, все это можно, пожалуйста. Ну, кстати, цветные покажу. Видели, что вышла желтая база? Очень кайфовая, смотрите, какая огонь. И вот смотрите, когда, например, мы цветными базами пользуемся, клиент же не будет корректировать и все время с желтой базой ходить. То есть клиент будет, скорее всего, снимать эту базу полностью. Но если вы будете снимать при помощи фрезы, то, ну как бы, пара таких снятий, и у клиента ногти в хлам. Клиент потом еще будет восстанавливать, сращивать это все. Это не очень удобно. Поэтому мы рекомендуем делать снятие только при помощи жидкости. для того, чтобы очень легко у нас произошло снятие. Вот там, где лаковый квадрат, это отойдет, как, знаете, как прям пузырьком поднимется при размачивании. Поэтому лаковый квадрат, это для защиты ногтя от адгезии. Сушим. Защита ногтя от адгезии. Там, где лаковый квадрат у вас нанесен, неважно, каким лаком лечебным вы наносите, самое главное, чтобы лак, он был, знаете, не жидкий, а такой вот, ну как бы, плотный по текстуре. Потому что есть просто базовые покрытия, лаковые, они не подходят для лаковых квадратов. Например, у нас в ассортименте есть просто базовый лак. Он, как жидкий цемент, абсолютно не подходит для выполнения лакового квадрата под гель-лаковое покрытие укрепления. Только, ну вот, лечебные отлично подходят. Лечебно-витаминно-протеиновые. Так, а какой базовый? Я могу вам показать. Камуфлирующие или цветной, или прозрачный? Давайте я покажу все-таки розовенькое. Или давайте вообще желтенькую возьмем. То есть вот, если у нас клиент меняет базу, меняет базу, очень плохо могут выглядеть ногти и иметь плохое состояние, если вы будете каждый раз до конца снимать фрезой. Если каждый раз до конца будете снимать фрезой. И какой бы мастер ювелирный не был, поймите, он все равно будет затрагивать поверхности ногтевых клеток. А если мы раз затронули поверхность ногтевых клеток, второй раз затронули, то две-три процедуры и у клиента очень сильно истончаются ногти. Здесь у нас просто лаковое покрытие. Видите, какой красивый оттенок. Он не полосит, очень легко наносится. Есть телесные лаки, которые тяжело прям нанести. Этот очень комфортно носит. Даже если клиент левой пяткой сам себе будет наносить, такой лак идеально ложится. Просто идеально. Топчик. Обожаю его. Так, ну что, желтенькая или розовенькая? Давайте, желтенькую или розовенькую? Боже, как красиво! Боже! Ну, я бы, конечно, молочно-розовую взяла. Можно я розовенькую? Можно? Это база номер 17. База номер 17. Чем удобны цветные базы? Они не требуют верхнего покрытия цветного. Ну, вернее, топом мы покроем. Не требуют сверху цветного покрытия. Особенно хорошо, когда клиент опаздывает, когда он не вовремя пришел на процедуру, и у вас, например, там, не знаю, 40 минут времени на все про все. И вы берете, за 20 минут удаляете старое покрытие, и 20 минут там тратите на новое покрытие. И можно даже слегка замоделировать. Обязательно торец. Обязательно торец. Чуть-чуть дадим материалу самовыровняться. Можно перевернуть. Ну, и здесь даже центровать, в принципе-то, нечего. Все. Вам. И вот, представьте, пришел клиент и говорит, все, розовую не хочу, хочу желтую. И наша задача сделать снятие так, чтобы ни одна клеточка с поверхности ногтя не потерялась. Если ни одна клеточка с поверхности ногтя не теряется, то у нас от процедуры процедуры ногти становятся плотнее. Они прям вот, ну, бронебойные. И как у нас получалось у клиентов? Почему начинали ногти лучше стоять и лучше выглядеть? Сейчас я вам нарисую. Смотрите. Вообще смысл всего того, что я вам рассказывала. И почему нейлбомб нужен? Почему полимер-бустер мы всегда используем? То есть, если клиенту делают снятия при помощи фрезы, ну, либо он просто к вам с какими-то травмированными ногтями пришел. То есть, здесь с ногтевой пластиной были какие-то некие потери. У нас ногти могут терять клетки, потому что трение оказывается, внешние какие-то негативные факторы. А может, ну, пару раз фрезой, и, как говорится, ну, истончается ноготь. Истончается. И на ногах, я так думаю, вы заметили все мастера, на ногах, когда снятие фрезой каждый раз, что происходит на ногах? У нас просто подногтевые карманы образуются, потому что истонченные ногти, они теряют связь с ногтевым ложем. У нас отходит ногтевая пластина от ногтевого ложа и появляются вот такие подногтевые карманы. От истончения. Это если брать и базу снимать при помощи фрезы. Если мы начинаем делать, например, защитный вот сюда лаковый квадрат, вот вы взяли лаковый квадрат, перед лаковым квадратом бустером прошлись, нейлбом повлажнили, все это гель-лаком закрыли, ну, если надо, удлинили. И вот представьте, срастает ногтевая пластина. Ногтевая пластина, она срастать будет уже более плотная, более восстановленная. И получается, вот эта часть у нас поврежденная, а вот эта часть, она стопроцентная, правильно? Можно так сказать, что она стопроцентная, вот эта часть отросшая. Отросшая. И если я клиенту беру и аккуратно снимаю, при помощи жидкости взяла и при помощи жидкости сняла, и ни одна клеточка у меня с поверхности не потерялась, то у меня постепенно одна процедура, вторая процедура, третья процедура, четвертая процедура, ну, смотря какое длинное ногтевое ложе, у нас восстанавливается ногтевая пластина. У меня здесь 100%, здесь 100%. Понимаете, как работает? То есть задача у мастера, клиенту, срастить ногти полноценные, неисонченные, неповрежденные, стопроцентные. Если у меня полностью стопроцентная ногтевая пластина, во-первых, визуально сверху вид меняется. Смотрите, если ногти истонченные, они плоские блинчики вот такие, плоские, растропиченные блинчики. Ну, так себе картина. Свободный край такие ногти не держат. Когда у меня начинают ногти восстанавливаться, становятся более плотными, они начинают форму лучше держать, потому что более плотные ногти лучше форму держат. Ногтевое ложе может чуть-чуть сузиться, улыбочка может опуститься. То есть они в целом становятся более такие, ну, красавчики становятся, замечали? То есть когда вы клиенту ногти восстанавливаете, сращиваете, под лаком, под гель-лаком, под гелем, вообще не имеет значения. Они становятся красавчиками. Поставьте плюсы, у кого красавчиками становятся клиентские ногти. И вот представьте, вы восстановили, срастили. Он и здесь стопроцентный, и здесь стопроцентный. Ну, если истончать каждый раз, там, фрезой, не фрезой, пилкой, оторвала она сама зубами перед телевизором. Ну, разные причины истончения. То, ну, не так себе картинка. И стоит очень плохо. Держится материал очень плохо. На восстановленных ногтях материал стоит идеально практически. И вот что мы увидели, когда начали работать с гель-лаковыми системами, что если использовать увлажняющие препараты, увлажняющие, питательные препараты, лучше стоит материал, лучше. И лучше восстанавливается. Если лаковый квадрат еще делать, мы никогда не работали без лакового. Мы всегда с лаковым квадратом работали. 12 лет назад мы уже с лаковым квадратом работали. Еще в помине гель-лаков не было, были только биогель, а мы уже мазали лаковый квадрат. Мы клиентам выращивали вот такие стопроцентные ногти. И они просто охреневали от качества своих натуральных ногтей, когда они к нам приходили. Вот, допустим, Катюша придет ко мне на следующую процедуру. У нее ногти срастут. Будет вот здесь вот отросшая часть. И что я буду делать? Я буду... Ну, сейчас я нанесу топ. А можно топ не наносить? Так, где топ-топ-топ-топ-топ? Давайте топ. А вот я сейчас нанесу ей топ. Так, класс. Что я буду делать при следующей процедуре? Я уберу длину. Я фрезой уберу блеск, сделаю понижение толщины. Ну, более тонкую толщину сделаю. И нанесу аппликацию. При помощи жидкости. Так, суши, Катюш. Там, где лаковый квадрат, там, где лаковый квадрат, вот здесь гель-лак, гель-лак, он сам отойдет. Он, знаете, как розочка, вот так вот посерединке раскрывается, вот в этом месте. Очень легко отходит покрытие. Раз, и легко само снимается. Вот здесь. И мне палочкой приходится дочищать только вот так вот по периметру, аккуратненько. По периметру мы дочистили, плюс мы вот здесь вот длину убрали, подпилили. И, получается, клиент видит, что мало того, что серединка сама поднялась, и он прям смотрит и такой удивляется, не понимает. Блин, ноготь блестит прям в серединке вот здесь. Представляете, ногти после снятия гель-лака блестят в серединке. По периметру вот этот чуть-чуть дочистили, и он смотрит, и вот вообще здоровые ногти. Понимаете, клиенты начинают смотреть, и он такой, я никогда таких здоровых ногтей своих не видел. Вы говорите, ну, конечно, они здоровые, мы с тобой препараты используем, мы с тобой деликатное снятие выполняем, мы с тобой вовремя приходим, мы все делаем для того, чтобы сохранить здоровье от твоих натуральных ногтей. И они, может быть, никогда в жизни здоровых ногтей не видели, и тут начинают видеть свои здоровые ногти. Уйдут тогда клиенты куда-нибудь, когда-нибудь от вас? Да никогда, они с вами пожизненно, понимаете? И если вы будете поднимать цены на свои услуги, потому что спрос будет расти, они, это знаете, на колбасе сэкономят, там, не доедят, на овсянку она сядет, но она будет к вам ходить на ногти, потому что для нее это гиперценно. А если вас легко кидают, легко меняют, и там вы цены повысили, она такая, подешевле мастера найду, то, значит, ну как, нет ценности, нет ценности в услуге. А за счет чего ценность услуги складывается? А за счет вот этих всех мелочей, за счет того, какой результат вы клиенту даете, эстетический результат, результат в здоровье, в качестве натуральных ногтей. Ну все, ноготочки наши готовы. Берем маслицу. Здесь у нас лаковое покрытие, здесь у нас гель-лаковое покрытие с лаковым квадратом. Если клиент придет ко мне через там 3-4 недели с лаком, я лак сниму и сделаю все то же самое, что я сделала сейчас, если он придет ко мне с гель-лаком и скажет, хочу желтую базу, хочу желтую базу, я аккуратно уберу старое покрытие при помощи аппликации гель-лакового ремовера. И сделаю все то же самое, что я сегодня сделала. То есть я после снятия, после удаления обязательно нейлбомб нанесу, сделаю масочку, с масочкой она у меня 2-3 минутки посидит, потом я сделаю маникюр, потом буст терапию. Ну короче, отличный эфир у нас появился, очень емкий. И я сейчас, знаете, как сделаю? Я сейчас замочу ей этот ноготок, но это уже будет за рамками эфира, и в сторис, в сторис покажу, как размачивается препарат на лаковом квадрате, как красиво, аккуратно, деликатно снимается гель-лак, если мы делаем лаковый квадрат. Зачет? Поставьте плюсики, если все понятно. Если есть вопросы, так вижу вопрос, бустер каждую процедуру делать, да? Бустер каждую процедуру, либо лаковое у вас покрытие, либо гель-лаковое покрытие. Под гель делается разово, потому что гель мы не снимаем, его невозможно ничем снять, кроме пилки, а пилкой не рекомендуется. То есть, это вообще самое страшное, что можно клиенту сказать, это вот снимите пилкой или фрезой материал до конца, до натурального ногтя. Кать, ты беги, но потом подойдешь, я тебе замочу, и мы в сторис снятия покажем. Снятие пилкой или фрезой до конца, это как на волосы смывка. Две-три смывки, и волосы, ну как бы они даже отрезать не надо будут, сами отвалятся. То же самое и здесь. Если вы фрезой или пилкой касаетесь ногтевой пластины, то, ну, два-три касания, и ногти истончены, там, под ногтевые карманы, либо просто тонкие ногти, которые хуже будут держать материал, потому что вы идете в глубину, как бы в ногти, верхние слои снимаете, а там внутри, на более нижних слоях, более молодые клетки. И в более молодых клетках у нас большее содержание воды, то есть там не завершен жизненный цикл, кератинизации, процессы еще продолжаются. И можно сказать, что там внутри, на более нижних слоях ногтевая пластина, она более влажная. Там другой кисло-значелочной фон, там хуже держится. То есть на истонченных, поврежденных ногтях хуже держится любой материал. Так. Клиенты охренели от процедуры. Супер. Делайте охреневающие процедуры по протокольчику. Составляйте их так, чтобы клиенты... Ну, как это по-другому сказать? Чтобы у клиента был эффект вау. Понимаете? Вот мы всегда любили удивлять клиентов. Делать такой эффект вау. Тогда это обмен с превышением. Он пришел, у него были определенные ожидания. То, как он привык получать в других местах процедуру. А в других местах как? Если мы это нанесем, плюс 100 рублей. А если это нанесем, плюс еще 50 рублей. А если это мы вам бустерапию сделаем, то еще плюс 300 рублей. Ну, знаете, когда дробные процедуры, составные, и клиентка говорит, приходит, мне просто маникюр, ничего не надо, я вот тороплюсь. Вот давай, там, одним цветом, там, одной базой, и все, достаточно. И, если у нас упрощенные процедуры, они такую лояльность возрастно не дают. Они такое качество натуральных ногтей не дают. Они, такое, знаете, эстетическое удовольствие не дают. И этим помазали, и этим помазали, и вот этим. И когда клиенты, ну, вот они привыкли по минимуму покупать, приходят к нам, ну, или к вам, а вы такие, а у нас комплексные процедуры, подключ, как говорится, чтобы мы тут вам не добавили, не помазали, цена от этого не меняется. То есть, например, стоит процедура, там, 1800, там, добавляем, не добавляем препараты, мастер решает, какие препараты использовать, какие не использовать, согласно показаниям и противопоказаниям, и того результата, который клиент хочет получить. То есть, мастер решает, что использовать, а не клиент, ориентируясь на этот дробный прайс. Тогда у мастера руки развязаны, он может любые технологии делать, в зависимости от ситуации, и если нужно тут бостерапию, если нужно здесь, там, я не знаю, там, нейлбомп, вот он, вот решает эти препараты использовать, он начинает использовать, для того, чтобы клиенту дать наилучший результат. И клиент выходит после этой процедуры, вот у нас обычно, новенькие, новенькие, мы всегда за ними, они, ну, такого маникюра мне еще никто не делал. И оно, ну, реально, скажите, приятно. Мне приятно такие отзывы всегда слушать. И такая, у нас самый лучший маникюр. Я вам желаю, чтобы у вас был комплексный маникюр, сложный составной, много препаратов вы в нем использовали. И продолжайте удивлять клиентов. Пусть ваша лояльность, пусть лояльность ваших клиентов по отношению к вам растет, возвратность, как говорится, тоже растет, клиенты были для вас преданы, ну, и, как говорится, всем доходов и счастья в жизни. Покажите, как будете снимать. Тогда уже не сейчас, потому что Катя меня ругает, я вечно задерживаю эфиры. Я сделаю в сториз, в Катяных сториз. Так, выложите препараты сфоткать, давайте. Давайте, сейчас я выложу препараты сфоткать. Так. Так, давайте их сфоткаем. Кератин. Нейл-бомб. Полимер-бустер. Полимер-бустер. Я прям в последовательности ставлю. База. База, ну, например, там цветная база, так, как вариант, ну, там желтенькая. Маслица. Ну, маслица там, понятное дело, у всех есть маслица. Ну, давайте. Сфотографировали? Угу. Отлично. Все препараты можно купить у нас на сайте emyshop.ru. Ссылка есть у Кати в шапке профиля. Какие-то препараты есть на ВБ и на Озоне. Там просто не есть ассортимент, он слишком большой. Вот. Я благодарю вас за эфир. С вами прощаюсь. Любые вопросы в директе, Екатерине, либо мне. И ждем вас в нашей школе на курсах маникюра. И не только. И сейчас, кстати, классная новость. У Кати стартует творческий клуб. Клуб творческих мастеров Amy Art. Это невероятное предложение. За 990 рублей можно получить доступ ко всем ее курсам по дизайну. Плюс будут еще эфиры от нее и от ее экспертов. Будут внутренние конкурсы. Будет общение. то есть это комьюнити творческих мастеров. И они там даже будут заниматься декоративно-прикладным искусством. Изучением моды. Историей искусства. Короче, я даже не всяко там будет интересно. Я-то не художник. Но попасть в такой клуб ногтевых художников, мне кажется, это вообще огненный огонь. И всего на 90-90 рублей и есть бесплатная неделя. Сейчас можно за рубль на неделю туда забежать. Вот. Всех ждем. Всем пока. Лаковый квадрат можно под бустер делать? Нет, смотрите. Сначала бустер, потом лаковый квадрат и покрытие. пересмотрите эфир. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...